Ольга Владимировна, здравствуйте, рада вас приветствовать, как обычно. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот только что в нашем сюжете мы видели, ну, как бы, путь Путина к званию террориста номер один в мире. Вот по вашему мнению, какое политическое решение, какой политический ход, который был сделан, или, возможно, не сделан даже Путиным, и привело ему к этому «почетному» титулу? Вы даже себе не представляете, сколько раз я об этом думала, потому что я его видела как раз в начале его политической карьеры, когда он, что называется, носил чемодан за Собчаком, был настолько серый и незаметный в коридорах Мариинского дворца. Я была депутатом тогда Ленцовета, того самого созыва, председателем которого был Собчак, а его помощником был Путин. И вообще никто на него не обращал внимания. Абсолютно какой-то серый, незаметный человек, там было много ярких депутатов, и вот этот серый, незаметный человек. Что стало, мне кажется, вот эта его серость и незаметность, она увеличила эти комплексы. Когда он стал уже председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, тогда он увидел еще не власть, нет, тогда он увидел деньги. И постепенно, ведь депутатская комиссия Марина Салье, она расследовала деятельность Путина лично, когда он возглавлял комитет, вообще сколько уже тогда денег было укратено. Вот все эти программы, ну типа нефть в обмен на продовольствие, ну как бы не-нефть, да, но разные полезные ископаемые, различные договоры. И в обмен на это приходило продовольствие в Петербург. Но очень многое отседало в карманах, в первую очередь Путина. И тогда он уже был нацелен исключительно за деньги. А вот уже позже, потом были выборы, вторые выборы Собчака, на которых он проиграл. И Путин думал уже, что все, его политическая карьера закончена. И тут про него вспомнили в Кремле, и Бородин пригласил его в управление делами президента. И вот с этого-то все и началось. Вот оттуда уже началось его постепенное, тоже сначала незаметное восхождение на российских престолов. По большому счету и Ельцин-то его выбрал, потому что был уверен, что он абсолютно такой человек, у которого нет собственных властных амбиций. И ему можно будет легко управлять с помощью тех людей, которые вокруг, собственно, на него и выстроились тогда. Но все ошибались, потому что постепенно вот эти властные амбиции у Путина появлялись все большим и большим количеством. И постепенно он стал тем, кем он стал. Он стал диктатором. Да, он, конечно, еще не Сталин, но не потому, что он менее жесток. Просто потому, что у Сталина были идеологические мотивы, а у Путина мотивы исключительно финансовые. Ему власть нужна для того, чтобы сохранить свои богатства. И людей он убивает для этого же. И это, на мой взгляд, еще страшнее. Ольга Владимировна, а Путину после 15 месяцев этой войны удалось всю полноту власти, которую он десятилетиями собирал, сохранить в своих руках? На что он сегодня влияет? Многие эксперты говорят, что круг его, в общем-то, влияние очень сузился. Мне кажется, что эти эксперты ошибаются. Пока еще власть находится в руках Путина. В первую очередь, просто потому, что самые главные силовые рычаги у него в руках. И даже если бы кто-то захотел что-то у него забрать, он может, условно говоря, на следующий день или прямо в тот же самый день оказаться в подвалах Лубянки. Или в Лефортово, или еще в каком-нибудь таком тихом месте. Поэтому пока Путин еще сохраняет рычаги власти, в первую очередь, в том числе потому, что как только эти рычаги власти у него из рук выпадут, начнется просто такая борьба за эти выпавшие рычаги, что она может, в принципе, дойти до гражданской войны в России. Но страхов у Путина становится все больше и больше. И свидетельство этому, как мне кажется, и сегодняшние обыски в домах бывших депутатов Госдумы, которые проводятся по делу Ильи Пономарева. Расскажите, пожалуйста, что это за дело и какие бывшие депутаты Госдумы попали под раздачу сегодня? Ну, в принципе, с переченью он известен нам из средств массовой информации, да, примерно мы отсюда только знаем. Это Олег Гонжаров, Соломон Гинсбург, Никита Ильин и Борис Коновалов и Маргарита Свергунова. Собственно, вот те самые депутаты, которых обыскивали и допрашивали в Следственном комитете по делу Ильи Пономарева. Собственно, почему так боятся современные Путина и его комарилия Илью Пономарева? Ну, потому что не только потому, что Илья начал очень интересный проект, который называется «Съезд народных депутатов», и который в случае, знаете ли, когда власть упадет из рук сегодняшней верхушки, вполне может послужить основой для переходного периода. И, конечно, они этого страшно боятся. Но еще и другая вещь. Илья Пономарев много говорит о том, что делают подразделения российских добровольцев. Да, это «Легион свободы России», «Русский добровольческий корпус» — это те подразделения, которые воюют на стороне Украины. И то, что есть русские, которые воюют на стороне Украины, это на самом деле страшный сон Кремля. Потому что если таких подразделений станет больше, то они могут подойти до Москвы. И при этом ФСБшники и полицейские будут точно так же разбегаться, как они разбегаются в Белгородской области. Руга Владимировна, а по вашему мнению, Путину стоит бояться только бывших депутатов Госдумы Российской Федерации или, возможно, даже матерей мобилизованных россиян? По информации заместителя министра обороны Украины Анны Малер, власти Российской Федерации действительно боятся недовольства матерей. Потому что участки фронта, где возможны большие потери, на эти участки фронта командование отправляет завербованных заключенных. И вот, учитывая сегодняшнюю даже встречу Путина с так называемыми военкорами, как вы думаете, учитывая то, что он наговорил, будет ли этот страх перед матерями мобилизованных еще более нарастать? И действительно ли это движение матерей набирает такие угрожающие обороты? Ну, матерей всегда страшно. Матерей и жен страшно всегда. И опять-таки, вот мы начали наш разговор со страхом Путина. Это как раз был самый первый страх Путина, уже когда он стал президентом. Когда он столкнулся с женами погибших подводников подводной лодки «Гурск». И как он с ними обошелся, как он их обзывал, как его трясло от тех слов правды, которые ему сказали прямо в лицо. Поэтому, конечно же, он боится всех тех людей, которые могут ему говорить правду. В этом смысле он достаточно труслив. Но тут же важно не столько и не только протесты, а к чему эти протесты приведут. Каким образом можно запустить механизм передачи власти? И это самый большой страх. Потому что, конечно же, путинское окружение прекрасно понимает, что дни диктатора сочтены. Не обязательно в физическом смысле, а главное в смысле политическом. И вот это понимание является самым главным страхом Путина. Потому что, как только он эту власть потеряет, он уверен, что в тот же самый момент его погрузят куда-нибудь, ну, например, на самолет и отвезут в Габу. Вот это и есть самый страшный сон. И поэтому он боится всех тех, кто может этот перевоз в Гагу осуществить. В Госдуму сегодня внесли законопроект, раз мы уже заговорили о заключенных, которых отправляют на самые горячие линии фронта. Законопроект, согласно которому мобилизованных добровольцев, совершивших преступления, освободят от наказания после награждения или увольнения со службы. Стоит ли ждать очередного витка вот этого рекрутинга по зонам, по российским, и не говорит ли это о том, что уже стали неохотно российские зэки подписывать контракты, с кем они сейчас подписывают, с Минобороны Российской Федерации? Я думаю, что это говорит в первую очередь именно об этом. И, собственно, всех, кого можно было рекрутировать, уже Пригожин рекрутировал. И, собственно, я напомню, что всех, кого рекрутировал Пригожин, их так амнистировали. Поэтому, по большому счету, то, что делают сейчас, это просто попытка посоревноваться с Пригожиным. Но поезд-то ушел. А все, кто хотели, это уже сделали. Ну, да, боятся, что ряды ЧВК Вагнера будут продолжать увеличиваться. Потому что, опять-таки, для трансфера власти Пригожин с его возможностями очень опасен. Собственно, поэтому сейчас его и щемят со всех сторон. Вспомнили мы о сегодняшнем общении Путина с военкорами российскими. Почему сейчас? И что вы для себя интересного услышали из его набора, ну, в общем-то, стандартов уже, клише, которое он выдает? Ну, мне кажется, почему сейчас, понятно. Потому что случилось преступление со взрывом плотины Каховской ГЭС в первую очередь. И тот масштаб экологической катастрофы, которую устроили российские военные или российские власти, ну, собственно, и те, и другие, просто невозможно преуменьшить. Ну, я уж не говорю про украинское контрнаступление, я уж не говорю про очередной обстрел, из-за которого погибли люди в кривом роге. Да, все это вместе, ну, привело к тому, что надо хоть как-то контрпиар выстраивать. И каким образом? Только через военкоров. Поэтому это такая протокольная достаточно встреча, но время выбрано совершенно не случайно. Ольга Владимировна, если возвращаться к вопросу мобилизации, которую, как сегодня, кстати говоря, Путин заявил, что мобилизовать новых людей уже смысла нет, но мы все понимаем, что это, мягко говоря, неправда. Да, вот появилась информация, что московская мэрия, прямо скажем, втихую вербует добровольцев на войну через Мосгаз, Мосводоканал и другие бюджетные организации. Там схема вообще довольно-таки интересная, требования невысокие, главное, чтобы возраст был не более 60 лет, обещают высокую оплату, 620 тысяч рублей в месяц. Вообще, это тенденциозное явление или нет, когда с помощью бюджетных организаций вербуют людей на войну в Украину. Или это московское ноу-хау? Ну, это единственное, что у них остается, на самом деле, потому что всех, кого уже могли из малообеспеченных семей, завербовали из сел, из небольших городов. Призывная кампания, по-видимому, тоже не очень удачно прошла. Именно поэтому, кстати говоря, сейчас было много сообщений о массовом подписании контракта. Почему? Потому что призывников склоняют к подписанию контракта. Чтобы можно было их отправить на войну. Собственно, призывников-то на войну отправлять нельзя. А как только они контракт подпишут, уже можно. Поэтому было так много сообщений о массовом подписании контрактов именно в этом месяце, собственно, в мае и в начале июня. Ну и что еще остается? Остается вербовка бюджетников. Тем более, что, наверное, в этих организациях есть не только россияне, но и граждане южных соседей, которые приехали поработать в Москву. Продолжим цитатой Путина. Во время общения с военкорами российскими он сказал следующее. В армии были паркетные генералы. Но очень быстро стало понятно, что они неэффективны. Из тени начали выходить эффективные и нужные люди. Надо их продвигать. В чей огород был камень? Как вы считаете, не в адресли Шойгу, от которого Путин сегодня брезгливо отворачивался? Ну, надо сказать, что Шойгу не является даже паркетным генералом, потому что он, собственно, всю жизнь возглавлял МЧС. И, собственно, все его военные звания, это не военные звания, на самом деле, а вот те звания, которые он получил, возглавляя МЧС. Поэтому Шойгу даже паркетным генералом не является. А вот Герасимова, конечно, паркетным генералом можно назвать. А уж кого он имел в виду, как тех, кого нужно... Тут прям даже, на мой взгляд, не так много фамилий. Я думаю, что в первую очередь Пригожин, но, может, какой-нибудь Захар Прилепин. Может быть, в конце концов, тот самый Уткин, который формально возглавляет Чивотова Акмера. Ольга Владимировна, фамилия Пригожина сегодня, по-моему, не упоминалась на этой пресс-конференции, если ее можно так назвать. Если не упоминалась, то как вы думаете, почему он Пригожина не называет по той же причине, по имени, что и Навального? Пригожин очень опасен, потому что, собственно, он сейчас очень хороший, развил скорость прибавления своего пиара. Для многих уропатриотов он, собственно, человек, который режет правду матку, критикует власть именно с таких суропатриотических позиций, говорит о том, что на самом деле не все так однозначно, и никаких побед нет, и что там будет совершенно непонятно, и сколько времени будет продолжаться война, тоже непонятно. Собственно, по большому счету, он говорит вещи, которые очень похожи на те, которые говорит Стелков Гиркин, только с гораздо более жесткими, хлесткими формулировками и матерком таким. И, как мы помним, еще в самом начале своей президентской истории Путин тоже начал прибавлять пиар тоже с этого мочения в сортире. Поэтому, собственно, вот это опасение, что такие полублатные формулировки может скорее прибавить рейтинг в российской глубинке, то, что называется, у глубинного народа, чем его понизить. Эти опасения, я думаю, в Кремле есть, и поэтому Путин старается про Пригожина уже не говорить. То есть Пригожин сейчас похож на Путина в начале своего правления? Нечто похожее мы видим? Еще хуже, потому что, собственно, Путин никогда сам не участвовал в каких-то таких опасных для жизни историях. А Пригожин, по крайней мере, делает вид, что он в них участвует. Потрясающая карьера, конечно, у человека. Сначала он нарезал колбасу под закусь властимущим, а теперь, как вы говорите, режет правду матку об этих властимущих. Спасибо вам огромное. Были очень рады вас видеть и с вами пообщаться. Ольга Курносова, политический аналитик, присоединялась к нашему эфиру. Спасибо.